На Белсате новин и короткопроголовное расповеду я, Юлия Лабанова, витаю и начинаем. Будуть моц 27-го Снежня. На Белсате новин и короткопроголовное расповеду я, Юлия Лабанова, витаю и начинаем. На Белсате новин и короткопроголовное расповеду я, Юлия Лабанова, витаю и начинаем. Политика, видать, планует перевести на строги режиму турму, не у Забаве его чекает новый суд. На 2,5 года в колонии огульного режима Миколая Козлова осудили селлю Таулютым. Ему инкриминовали организацию або уделы денег, что грубо порушают громадский парадок, а так само раскрытся отдаденных по переднего следства або судового поседжения. В Угорщина заблаковала постанову про влучшение Украине 50 миллиардов евро экономичной допомоги с бюджету Юрразвязу. Про это Виктор Орбан написал в социальной сети «Экс». Праведа казал и старшиня Европейской Рады Шарль Мишель. Он не сгадал минавито в Угорщину, а ляд значил, что с упредзанесения допомоги Украине у бюджетный план Юрразвязу до 2027 года выступил один из лидеров Украины у обеднанной Европы. 26 лидеров погодилися на кон ключевых складников долготерминового бюджету Евразвязу. Я мушу быть докладным. Один лидер, Швеция, мусить проконсультоваться со своим парламентом, что отповедает обычайной для гэтой краины процедуры. И один лидер не смог погодиться. Вернуться до обмеркования постановили у студене. А прочь экономичной допомоги Евразвяз мае закласти 24 миллиарды на войсковое подтримание Украины. Белорусская теннисистка Арина Сабаленка стала чемпионкой света ITF Международной Федерации Теннису. Спартовка отримала ГТС звание у першиню своей карьеры. Все лето Сабаленка перемогла у Australian Open, однако первой ракеткой света стала ейная суперница Полька Ига Свентык. Янаша отримала титул ГУЛЕЦ ГОДА по водле версии WTA – Жаночай Теннисной Асоціации. Снегопад зимой и радость и клопот – особливо для коммунальных службов. Однако при старанном расчищении дорог и ходников от снегу коммунальники нередко забываются про комфорт пешаходов. И гэтак, например, калей за снеженными сходами у Витебску можно было прайсті, то пасля расчистки без травмам не абыстіся. Песку для обледенелых преступок не знайшлося. У Полоцку снежная покрыва прибрали с проездной частки, а леня сходніка у нашляху до школы. Жлобін пакуты от гурба у настоянках, у якие загружают снег пасля прибирання. Особливо старанные коммунальники у Фаніпалі. На улице Чыгуночной прибрали не толькі снег, а ле и часткова асфальт. Забудовування мікрорайону «Зелёный бор» под Менском пачнуться у 2025-м годзе. Планують забудоваць величезную тэрэторю. Озвесті пад 4,5 мільйона квадратных метра ў жытла. Про гэта дзержаўным медэм распавёл старшыня Менхарваканкаму Ладзимир Кухараў. Кватару гэтам районі Меркавана прапануюць тым, хто мая патрэба ў поляпшэні жылёвых умовоў. Першу прапанавана праэкт для медычных працумнікоў. Далей разглядзіць прапановы комітэту адукацыі. Развіццё зелёного бору спланаваная на 10-12 гадоў. І гэта ўсе новіны ў короткій маглядзі. Каментуйця выданне, ставці лайкі і дзяліцяся ім. Так інформацію пабачаць іще більш глядачоў. Патсумування ш інформаційный карціны дня глядзіця ў об'єктыві А-20. Заставайціся з нами. Далей разглядзіць прапанавана.